Кольский полуостров Приходилось менять курс, иначе не избежать встречи со стоячей волной убийцей. Как возникают такие волны – загадка. Издавна поморы рассказывали легенды, что у святого носа обитает морское чудище, которое бурлит океан, а морские черви протачивают сюда, и они тонут. По преданиям, святой угодник в Орламе Керецкой путешествии и сколы на лодочке червей этих заклял, отчего они потеряли свою силу. Но многие видели, как в пещере под скалой святой нос бурлит водоворот, каждые шесть часов поглощая воду и с большим шумом изрыгая назад эту пучину. Сила ее так велика, что она притягивает корабли, находящиеся поблизости, крутит их и поглощает. У местных жителей существует поверье, что на мысе нельзя вести какую-либо разрушительную деятельность. Здесь, на границе морей, саамы совершали обряды – умилостивление морей. А мореходы старались обойти это место через самый узкий участок суши – из бухты с говорящим названием «Волоковая» до бухты «Лобское становище». Мореходы вытаскивали свои посудины на берег и тащили их от одного берега до другого – сразу в Светоносский залив. Волны-убийцы не следует путать с цунами. Цунами возникает в результате сейсмических явлений и набирают большую высоту лишь вблизи от берега. Тогда как волны-убийцы могут появляться без известных причин – практически на любом участке моря, при слабом ветре и относительно небольшом волнении. Еще 15 лет назад ученые считали истории моряков об исполинских волнах-убийцах, которые возникают из ниоткуда и топят корабли, выдумками. И утверждали, что волны высотой более 20 метров в океанах планеты Земля не могут существовать. В 1840 году на заседании Французского географического общества мореплаватель Дюмон Дюрвиль заявил, что своими глазами видел 35-метровую волну. В 1993 году волна-убийца высотой 35 метров обрушилась на корабль ВМС США «Рамапа». А история встречи лайнера «Королевы Марии» с волной 28 метров легла в основу голливудского фильма «Посейдон». Изучение волн виновных гибели судов началось с 1955 года на нефтяной платформе «Дропнер» в Северном море. Ученые зафиксировали волну высотой 25,6 метров. За следующие три недели были обнаружены еще 10 одиночных гигантских волн, высота которых превышала 20 метров. Новый проект получил название «Атлас волн». Обычно волна-убийца описывается как быстро приближающаяся водяная стена огромной высоты. Перед ней движется впадина глубиной несколько метров, дыра в море. Высота волны обычно указывается именно как расстояние от высшей точки гребня до низшей точки впадины. По внешнему виду волны-убийцы делятся на три основных типа. Белая стена, три сестры, группа из трех волн, одиночная волна, одиночная башня. Если 12-метровая волна давит на поверхность судна 6 тоннами на квадратный метр, то волна-убийца до 100 тонн. Большинство современных судов может выдержать до 15 тонн на квадратный метр. По наблюдениям Национального управления океанических и атмосферных исследований США, волны-убийцы бывают нерассеивающиеся, способные на путь по море до 10 миль. Если судно заметит волну издали, то успеет принять меры. Рассеивающиеся волны появляются буквально из ниоткуда, обрушиваются и исчезают. Ученые пытаются выяснить, как энергия в океане перераспределяется таким образом, что образование волны-убийц становится возможным. Известно, что если ветер гонит волну против сильного течения, то это может привести к появлению высоких крутых волн. Такая ситуация наблюдается у Игольного мыса, самой южной точки Африканского континента. Там стыкуются Атлантические и Индийские океаны. На суда, огибающие мыс, регулярно нападают огромные волны, которые образуются в результате столкновения быстрого огульясового течения и ветров, дующих с юга. Движение воды замедляется, а волны начинают громоздиться друг на друга, образуя гигантские волы. Помимо этого, суперволны часто можно встретить в гольфстриме, в течение Курасио к югу от берегов Японии и в пользующихся мрачной славой водах у мыса Горн, где происходит то же самое. Быстрые течения сталкиваются с противодействующими ветрами. Однако механизм интерференции не годится для того, чтобы обосновать появление гигантских волн в таких местах, как Северное море. Там быстрых течений нет и в помине. Эксперты называют следующие предпосылки для возникновения волны-убийцы. Область пониженного давления, ветер, дующий в одном направлении более 12 часов подряд, волны, движущиеся с той же скоростью, что и область пониженного давления, волны, движущиеся против сильного течения, быстрые волны, догоняющие более медленные волны и сливающиеся с ними вместе. Сегодня известно, что у самой северной точки Святого мыса сходятся два мощных течения. Идущий со стороны Мурманска гольфстрим встречается с сильным течением, вызванным приливами-отливами в бутылочном горлышке Белого моря. Невооруженным глазом видно, где Белое, а где Баренцево море. Волны двух морей бьются в неустанной борьбе и создают свирепые полярные ветра, быстро и резко меняющиеся морские течения, неровные глубины с сотмелями. Возникает уникальное явление – стоячие волны высотой до 5 метров, напоминающие огромные валы воды на горных реках. Существование опасной зоны определило необходимость постройки маяка. В 1862 году его огонь стал виден мореплавателями сразу двух морей. Высота башни от основания – 22 метра. Высота огня от уровня моря – 94 метра. Дальность видимости – 22 мили. В 1895 году на мысе начала работу гидрометеостанция. Однако вздорный характер волн убийц проявляется в том, что они могут возникать и тогда, когда перечисленные условия не выполняются. В этой непредсказуемости и заключается основная опасность для моряков. И загадка для ученых, которую еще предстоит разгадать. Субтитры создавал DimaTorzok